Эксперты Торгово-промышленной палаты России в интервью российскому информационному изданию «Известия» сообщили, что остановка работы газопровода «Северный потоп» генерирует для Евросоюза убытки в размере свыше 200 млн долларов в сутки. Указанный расчет основан на необходимости европейских компаний закупать альтернативный газ на рынке по текущей биржевой цене. К закрытию вчерашней торговой сессии биржевая цена на газ в Европе достигла отметки в 1880 долларов за 1000 кубометров. Рост цены за минувшие сутки составил почти 5%. После того, как власти Канады и Германии торжественно заявили о решении возвратить «Газпрому» газовые турбины, цены краткосрочно упали в район 1500 долларов на позитивных ожиданиях газовых трейдеров, что основное препятствие на пути восстановления поставок российского газа удалось снять дипломатическими усилиями западных стран. Однако, учитывая всяческое отсутствие комментариев по поводу возврата турбин от представителей «Газпрома» и российского руководства, западные политологи почуяли неладное и предположили, что «Газпром» не восстановит объемы поставок газа по «Северному потоку» даже частично. После этого цены устремились вверх. Свою лепну в это по традиции внесли американцы, спалившие дотла при невыясненных обстоятельствах еще один крупный завод по производству СПГ в Маклахоме. Поэтому эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на газ в Европе в район 2500 долларов за 1000 кубометров. Однако даже при текущих бежевых ценах убытки европейских потребителей от простой газопровода «Северный поток» превысит 1,5 млрд евро каждую неделю. И это только прямые убытки из-за разницы в ценах между российским трубопроводным и альтернативным ему жиженым газом. Гораздо большие потери от простой несут европейские промышленные предприятия. Нехватка ресурсов вынуждает их приостанавливать конвейер. Для крупных концернов, участвующих в производственных цепочках создания высокотехнологичного оборудования, остановка конвейера смерти подобна. Немецкое издание Bild сообщило, что прекращение поставок российского газа приведет к обрушению ВВП Германии на 12,5%. Из-за повсеместной остановки заводов и фабрик, которые первыми попадут под принудительные ограничения, свыше 5,5 млн жителей Германии потеряют работу. А это почти 9% от всего трудоспособного населения страны. Массовое сокращение такого количества работников придет колоссальным тратам бюджета Германии на выплату пособий по безработице. Добавлю к этому, что сегодня глава Федерального сетевого агентства Германии предупредила население страны о необходимости повышения тарифов на газ в стране как минимум в три раза относительно текущих цен.